Здравствуйте! Вас приветствует тестовая лаборатория Aldi Computers, и я Владимир Смирнов. Сегодня мы протестируем 15-дюймовый ноутбук Feulet Packer DV6-7057ER. Производителем он позиционируется как ноутбук для развлекательных целей. Для этого у него есть и звук, отбит с аудио, и неплохая игровая видеокарта среднего уровня. Посмотрим, хватит ли этого для того, чтобы развлечь обычного пользователя. Комплект поставки. Сам ноутбук, блок питания мощностью 120 Вт и кабель к нему, комплект инструкций на нескольких языках и гарантийный талон. Внешний вид. Верхняя крышка покрыта алюминиевым листом. А также на ней присутствует логотип компании, который светит на приключении ноутбука. Левый торец. Здесь находится аналоговый видеовыход DSAB, цифровой видеовыход HDMI, гигабитный сетевой порт, два разъема USB версии 2.0, два аудиоразъема. На правом торце находится DVD-RV-привод, еще два разъема USB, отверстие для блока питания, отверстие для замка безопасности. На переднем торце находится мультиформатный картридер. Откроем ноутбук. На верхней крышке находится веб-камера с разрешением 1,3 Мп, два стерео-микрофона, ниже экран с диагональю 15,6 дюймов разрешением 1366х768. На нижней панели находится кнопка включения, полноразмерная клавиатура с дополнительным цифровым блоком, сканер отпечатков пальцев, крупный тачпад. Габариты ноутбука 37,8х24,7х3,26 мм, вес 2,570 кг. Технические характеристики. Процессор. Четырехъядерный Intel Core i7-3610QM с штатной тактовой частотой 2,3 ГГц и возможностью автоматического разгона до частоты 3,3 ГГц. Оперативная память. 8 ГБ стандарта DDR3 с тактовой частотой 1333 МГц. Жесткий диск объемом 1 ТБ и скоростью вращения пластин 5400 оборотов в минуту. Видеокарта NVIDIA GT630 с 2 ГБ собственной памяти на борту. Беспроводные интерфейсы Wi-Fi, BGN, Bluetooth. Аккумулятор. Литий-ионный 6-ячеечный емкостью 5225 мАч. Операционная система 64-разрядная Windows 7 Home Premium. Перейдем к тестированию. Для начала оценка самой системы. Она оценила производительность ноутбука в 5,9 баллов, поставив минимальный балл за производительность жесткого диска. Синтетический тест производительности SignBench R11 5 поставил системе 6,23 балла. Однопоточный процессорный тест SuperP32M завершился за 10 минут 17,527 секунды. Тест, встроенный в архиватор WinRAR 4.11, определил скорость архивации в 2879 кБ в секунду. Графический тест 3DMark 2011 в режиме Performance выставил в системе 1287 очков. Еще один тестовый пакет PCMark 7 поставил в системе 2652 балла. Синтетический тест AIDA64. Вот таблица с его результатами. Теперь проверим время автономной работы. Для этого мы выключаем все беспроводные интерфейсы, ставим яркость экрана в среднее положение и запускаем фильм. В таком режиме ноутбук продержался 5 часов 52 минуты. Подведем итоги. Hewlett Packard DV67057ER, как и обещает производитель, вполне подходит для домашних развлечений. Звук приличной видеокарты вполне хватает на современные игрушки, конечно с использованием щадящих настроек. Да и с мобильностью у ноутбука все совсем хорошо. Был бы он еще чуточку полегче, но не будем просить слишком многого. До свидания.